Добрый день, друзья! С вами опять Петрович. На дворе у нас 22 июля. Хочу вам показать прошлогодние посадки, высадки ремсортов малины, таких как мапема, моровила. Это мы с вами сажали ее 12 декабря, если кто видел и помнит. Начинает плодоносить. Вот такое состояние, Энжи, покажи по ряду. Порядик, ага. Начинает плодоносить, то есть ремсорт малины, мапема. Вот такие ягоды, вот они уже зрелые. Тут весы не надо. Ягоды размером 10-12 грамм. Первое плодоношение. Посадка 12 декабря. Покажи еще сюда, Энжи. Что мы делаем? Первый год жизни не гонимся и не боремся за урожай. В первый год жизни мы занимаемся вот чем. Покажи сюда. Раз, два, три. То есть, что мы делаем? Разгоняем корневую. Высадка была 12 декабря. Показывал, рассказывал. В лунку при посадке ничего не сыпем. К чему вообще? Вот это затрону немножко. Много сейчас люди присылают на WhatsApp. У кого-то засыхают кусты, у кого-то замирают кусты. Да, такое имеет место быть. Там может выпасть один саженец из сотни. Это нормальное явление. Потому что там разные факторы могут быть. И повреждения почвенными нашими насекомыми. Точно так же, как и внесение в лунку при посадке обильного количества удобрений. Органики, перегной, сыпец и все остальное. Копание траншей 60 на 60 и 60 глубиной. Засыпать туда вот таким слоем. Перегной. Перегной тоже штука хорошая, классная. Но при переизбытке азота корневая припаливается. Точно так же, как и остальных наших солей металлов, оксидов металлов. Все это происходит. После посадки, блин, мапема зверюка. Начало плодоносить 22 июля. На маточных рядах тоже уже начала вызревать ягода. То есть у нас сейчас по ягоде. Атлант в пике плодоношения. Нижегородские. Карамелька, малиновая гряда, самохвал, похвалинка. Тоже плодоносят. Карамелька началась где-то примерно дня на 3-4, а он же позже, да, от Атланта. Но тоже вот ранний. Но по вкусу сладкий, хороший, классный. На чем остановился. Первое плодоношение. Разгоняем у растений корневую систему. Пошли по ряду. Вот вчерашний дождяра и ветер. Вот они поломанные латералы. Йоколы Менегле. Вот с такими ягодами. Мопема. Ягода очень вкусная. Начинают плодоносить. Вот латерал очень крупный, большой. Будем сейчас дополнение вот сюда делать. Ленты, скорее всего. Потому что тоже жалко потерять. Мопема. Вон они зреют. Вот они зреют. Вот они от нагрузки падают. Кусты приблизь. Покажи, я им же ближе. Пчелы летают, опыляют. У нас вчера вечером опять дождяра прошел. Ливень. 13 миллиметров, но хороший такой стеной в течение 15-20 минут. И вот, пожалуйста, моровила. Одним днем посаженная. 12 декабря. Вот такая у нее сейчас высота. Ну, грубо полтора метра. Тоже будет плодоносить в первый же год посадки. Покажи им же. И вот сюда покажи. Первый год мы должны заниматься корневой. Чтобы на следующий год у моровилы было хорошее количество крапивки. Ну, покажи, покажи, вот какие елочки стоят. Моровила поздненькие сорты. И поэтому, соответственно, крапивочку нашу, вот она. Энджи. Она только-только у моровилы начинается выходить. Вон, покажи, чуть дальше тоже, вон, вдоль ленты стоят. На мопеме этот процесс. Развитие корневой происходит немножко побыстрее. Моровила более жадная на поросли. Ну, урожай будет и даже на первогодке урожай будет неплохой. Пойдем покажем, где весной еще высаживали. Эти же два сорта. Здесь все мы сделали. Вот эта высадка, значит, два ряда мопема и два ряда моровила. Вот эти саженцы высаживались весной крапивкой. Открытым корнем. Ну, и при всем при этом уже такая ягода тоже. Сыпется немножко. Потому что здесь работаем тоже точно так же с корневой. Иди сюда. Сетки нету. Вот она, припаленочка немножко была. Высадка. Первые числа апреля, по-моему. Да, где-то так. Примерно так, да? Ну, и ягода здесь абсолютно другая. То есть, осенняя посадка и весенняя, разница есть. Разница есть. Но все равно. Первый год жизни малины не надо гнаться за урожаем. А надо гнаться, еще раз показываю, Энджи, зачем. Гнаться надо вот за этим, друзья. Вот за этим. Вот за вот этим. За развитием корневой. Так что, вот такой, в принципе, информейшн. Здесь мы вносили основное внесение после посадки. Что там, что здесь. А вот посмотри сбоку, Энджи, покажи. Видна сразу разница по высоте и по росту. Моровила там, моровила здесь. Здесь мопема, весенняя посадка, вот два ряда. И осенняя. Чуток выше. Ну да, немножко выше. Столбы установлены, все сделано. Под сетку столбы, вот они лежат. То есть, осталось тут немножко закончить и будет огонь. Вместо проволок повесили вот такие старые ленты. Вот такие вот дела у нас. Ну, в принципе, вот такая информация, друзья. Всем здоровья, всем больших урожаев. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok